Зубные импланты 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 Он титановый. И вот именно титан обладает каким-то таким волшебным свойством. Да, шведский ученый Пер Ингвар Барнемарк совершенно случайно обнаружил такой эффект, назвал его феноменом, потому что непонятно, почему кость перерастает к поверхности. Но вот обнаружил, что кость сначала на животных, кость перерастает к титану, к другим материалам так не перерастает. Вот к золоту, серебру нет? Нет, нет. А титан оказался что-то? Титану прирастает, да, провел исследование, установил первому добровольцу. Многие стоматологи знают тоже его фамилию, Госта Ларсон. И этот человек прожил с ними более 20 лет с самыми первыми установленными имплантами. И этот же Пер Ингвар Барнемарка разработал основные принципы. Должна быть стерильность, минимум травмы, и тогда успех, можно сказать, гарантирован. Итак, вот у нас первая часть импланта у нас установлена. Представим, что она у нас уже в челюсти, она у нас уже в кости. И здесь вторая часть, что это такое? Это называется аббатмент. Вот я его сейчас вкручиваю. И так же вы вкручиваете, да? Да, да. Пациенту. Аббатмент, он еще называется соединитель. В немецком языке приставки аб, ад обозначает присоединение. Вот аббатмент соединяет имплант с зубом. То, что пациенты, то, что обычно называют зубом, то есть с коронкой. Такой промежуточный, промежуточный деталь. Получается, что вот эта часть, она даже, получается, она не видна. То есть вот эта часть, она скрывается, да? Вот то, что глубоко. Аббатмент проходит через десну, выходит наверх, и та часть, которая выходит наверх, она обычно похожа на обточенный зуб. И дальше все уже почти стандартно. Деталь, которую я чуть не потеряла, она здесь. Изготавливается коронка и фиксируется, может фиксироваться на цемент, на этот аббатмент, а может прикручиваться винтиками. То есть если винтики, то они прямо вот здесь, на этой части? Да, сверху винтики, их доктор потом пломбой закрывает. Иногда они просвечиваются, ничего в этом страшного нет, зато конструкцию можно обслуживать. Ну, у нас есть прям целая тема, когда мы рассказываем о том, как же лучше, да, прикреплять ли, привинчивать ее или ее все-таки прикреплять на цемент. Мы прям отдельно про это рассказываем, мы не будем сейчас в это углубляться, пусть это останется отдельной темой нашего разговора. Итак, вот имплант получается вот уже таким образом он готов. Но наверняка у ваших пациентов есть определенные какие-то страхи, сомнения, волнения. И насколько я знаю, один из них, вот боятся ли боли ваши пациенты? Что вот кажется, что это так больно, что ведь прям сверлят, прям дрелью сверлится. Ну, специально, наверное, да? Ну, по-другому, как просверлить, по-другому невозможно подготовить место для установки имплантов. Но это не больно. Объясню почему. В кости нервов нет. Ну, их очень-очень мало. Не столько, сколько в языке, в слизистой. Поэтому сама работа в кости не требует какого-то дополнительного обезболивания. Более того, удаление зуба может быть более травматичным и более болезненным, потому что там очень много нервов. Между зубом и костью много. В самом зубе много нервов. В кости, ну, скажем так, нервов нет. Поэтому обычное обезболивание, как для удаления зуба, оно позволяет абсолютно безболезненно установить имплантов. Что-то сделать. Ещё один, наверное, страх, даже не страх, а скорее, наверное, вопрос и сомнение. Вот кто-то считает, что, может быть, лучше сразу удалить зуб и прямо вот тут же, вот сразу после удаления, через несколько минут сразу установить имплант. Это возможно? Возможно, конечно, но очень много ограничений для такого быстрого имплантирования. Дело в том, что зуб, как правило, удаляют по каким-то показаниям. И очень часто бывают очаги воспаления вокруг корня зуба. И вот удалить зуб и сразу установить имплант и надеяться на то, что и воспаление пройдёт, ещё и кость восстановится. То есть рискованно, да? Да, очень много рисков. Форма отверстия, которая остаётся в кости после зуба, она не всегда такая идеальная, чтобы имплант полностью занял это отверстие и всеми поверхностями, значит, прилегал к кости. Поэтому лучше после удаления зуба подождать, затем установить имплант, подождать 4 месяца. Вот, я хотела спросить, сколько подождать, а то можно же и переждать, да? Ведь если мы ждём дольше, чем 4 месяца, или не ждём, а просто, ну, как-то вот руки не доходят этим заняться, то здесь тоже может быть свои опасности, да? 4 месяца оптимальный срок, можно подождать 5-6, можно подождать год. Ну, через 3 года, может быть, кости будут уменьшаться в объеме. То есть процесс такой, что ситуация меняется и может потом... Да, кость может уменьшиться. Сложно установить. Если, например, требуется поставить несколько имплантов, всё-таки лучше это делать по возможности за один раз, за одну там операцию, или подождать, пока один приживётся, потом пусть произойдёт время, пусть второй, третий, растянуть это туда быстрее. Лучше, конечно, поставить за один раз. Если, тем более, это на одном участке, то это будет один разрез, один раз болит, один раз пить таблетки, приходится один раз, ну, или три раза всего прийти к врачу. Если имплант устанавливать по одному, тогда, конечно, всё это увеличивается в несколько раз. Кратное количество имплантов. Кратный раз. Что за таблетки нужно пить? Такая здесь стандартная схема во всём мире назначает антибиотики. Дело в том, что кость, она никак не защищена. Микробы из полости рта, как бы мы ни старались и полости рта обрабатывать, и инструменты стерильные, всё. Микробы попадают в рану и могут вызывать воспаление. Это нормально, если назначают? Лучше пропить антибиотики, да. В такой цели. Есть ли какие-то ограничения возрастные? С какого возраста можно ставить? И есть ли ограничения верхние? Человек растёт, формируется, растёт скелет примерно 22 года. Примерно. У девочек пораньше, чуть там, у мальчиков попозже, там разница в 2-3 года. Ну, вот мы считаем, что после 22-25 лет можно устанавливать импланты. Это именно связано с ростом костей, с ростом челюсти? Да, да, да. Верхнего предела нет. Если у человека нормальное общее физическое состояние, если он, например, может вынести, как-то выдержать удаление зуба, тогда ему можно установить имплант. Это нетравматичнее, чем удаление зуба. Ну, вот в вашей практике самый взрослый пациент? 36-38 года рождения. То есть это ему уже даже за 80-е? Да. И нормально прошли операции, и хорошо стоят импланты? Конечно, конечно. А нужно ли импланты менять через какой-то промежуток времени? И если да, то с чем это может быть связано? Нет, как правило, импланты менять не нужно. В нашей практике, вот практика у нас уже более 10 лет, необходимости замены имплантов по каким-то причинам не происходило. Если возникают воспалительные явления в соседних зубах, зуб удаляется, и как-то происходит атрофия кости, тогда, конечно. Но это такие единичные случаи. Вообще стандартной замены, если, например, прошло 5 или 10 лет, его надо заменить, такой практики нет. Может меняться конструкция, она где-то скололась, или продлевать ее нужно. Тогда верхняя часть снимается, импланты остаются на месте, добавляются импланты, и конструкция может как-то быть заменена. То есть получается, что можно настраиваться на долгий, сколь угодно, долгий период. И, наверное, в завершении вот такой еще вопрос. Нужно ли как-то особенно настраиваться на процедуру имплантов? Что я имею в виду? Может быть, выбирать для этого специальное время? Может быть, там нужно находиться все время в городе, не менять место, климатические условия? Или, может быть, какое-то время года наиболее подходит, зима или лето? Вот какие-то такие общие рекомендации еще есть, или они не принципиальны? Основная рекомендация, если пациент считает, что вот в эту фазу луны ему хорошо установить импланты или удалить зубы, как-то там кто-то по гороскопу подбирает. Если ему это важно, пусть будет важно. Кто-то приехал из другого города и хочет пожить, я, говорит, здесь поживу, 3-5 дней, чтобы вот вы прям увидели, что все хорошо, потом только уеду. Кто-то приезжает, устанавливает импланты, в этот же день уезжает либо на поезде, на самолете. То есть это все не принципиально? Не принципиально, да. Главное – выполнять рекомендации. Ну, конечно, лучше не в поезде, вот этап вот этот реабилитации до первого-второго дня, чтобы проходил, а лучше все-таки дома. А так, в общем-то, в любое время, в любой день недели, при любой фазе луны, вы готовы с вашими пациентами работать. Владимир, ну и, конечно, я не могу не спросить, как продвигается ваш социальный проект, мы так его называем, ваша работа с пенсионерами. Давайте два слова об этом. Да, проект успешно работает. Мы изготавливаем съемные протезы и металлические коронки пенсионерам по очень низкой цене. Практически в два раза дешевле, чем она стоит. По пресс-куранту никаких дополнительных оплат не требуется. Поэтому всех приглашаем, консультации бесплатные, можно позвонить, записаться на консультацию. Ну, адрес и телефон сейчас на ваших экранах, вы можете на это обратить внимание. И если вас эти предложения заинтересовали, то звонить, записываться, приходить и заниматься своим здоровьем и внешностью. С этого мы начали, да, что функциональность и эстетика, она здесь очень сильно связана. Владимир, спасибо вам большое. В студии у нас был Владимир Рывалко, кандидат медицинских наук, директор стоматологической клиники «Пирания». Телевизионная школа здоровья теперь и в социальных сетях. Вы можете найти нас в Одноклассниках и Инстаграме, интервью с гостями студии, полезные советы. Кроме того, вы можете задавать вопросы и предлагать темы для наших программ.